Владимир Владимирович, ну вы символ российского телевидения, политического именно. О, как. Ну, я вам открываю секреты, не из народа. Придем абсолютно. Я, конечно, никакой не символ. А значит, российское телевидение было такой забавный случай. В ресторане к мне подходят такой большой мужик и говорят, Владимир, хочу пожать вам руку, как русскому журналисту. Я говорю, ой, вы будете смеяться. Ну, наверное, тоже читал книгу «Русский юраж». Ну, и «Русскую рулетку». Я много пишу про русских, и мы русские, с нами Бог. Ну, я русский, но еврейское вероисповедание, да. Владимир Владимирович, но вот к Владимиру Путину на форуме «Валдай» обратился Михаил Погребинский, известный политолог. Михаил Борисович очень хорошо к нему относился. Очень крутой и был у вас на программах, но он пожаловался на российское телевидение. Говорит, что обижают Украину, и в том числе вот вашу программу привел в пример. Ну, Михаил Борисович же имеет право на свою точку зрения. У нас же в стране, в отличие от Украины, свободу. Можно задать любой вопрос. Президент сказал, что он же в редакционную политику каналов не вмешивается, что полностью соответствует действительности. Наша политика очень простая. Мы говорим правду. Если она обижает кого-то из наших украинских телезрителей, то это тоже неплохо. Потому что иногда это заставляет их одуматься и посмотреть на себя другими глазами. А то, что говорил Путин о том, что не надо говорить уничижительно о народе, так мы никогда и не говорим уничижительно о народе. Наоборот, всегда очень четко разделяем народ и ту политическую элиту, которая больна бандеровским вирусом. Ну, а вы не считаете, что у нас очень много Украины, что это может уже стало такой нашей проблемой? Русский человек вообще широк. Здесь часто цитируют Достоевского, объясняют, что мы больше европейцы, чем сами европейцы. Телевидение ведь это бизнес. И поэтому есть каналы, которые служат исключительно целям просветительским, как, например, замечательный канал «Культура», в котором и нет рекламы, или «Россия-24», который дает очень четкий информационный поток. А есть программы, которые должны ориентироваться в том числе и на интерес широких зрительских масс, как говорили в советское время. Здесь мы смотрим за рейтингами. Вот, кстати, с Евгением Поповым мы говорили по поводу темы Украины. И он говорит, что когда обсуждали самолет «Чудо на кукурузном поле», то рейтинги на фоне остальных снизились. А почему так привязались к Украине? Это не вопрос Украины-Украины, это вопрос чистоты эмоций. Это же все к Шекспиру. Вот когда эмоции яркие, когда герои без полутени, они колоссально привлекают внимание. Потому что умничание, да, возможно, но это отдельный телевизионный формат, они тоже есть, они приветствуются. Но когда идет столкновение мнений, то здесь настоящая драматургия. Потому что таких господ, как, скажем, Ковтун, не придумаешь. Такого яркого оратора, как Сергей Иванович Кургинян, еще надо поискать. И когда вот видишь глубокого философа Карен Шахназарова, блестящего трибуна Кургиняна, более чем странного человека-богомола Ковтуна, то испытываешь ощущение, что ты как в театре. Плюс Украина – это же альтернативная реальность. Она за нас отрабатывает те пути, которыми мы, к счастью, не пошли. Зрителю это интересно. Зритель любит настоящие чувства. Но ведь им можно было обсуждать и внутренние дела, то, что произойдет. Мы их обсуждаем. У нас каждая третья тема, то есть у нас разделены на три. Как правило, внутренняя. И мы же не случайно не оставим третья. Мы же много экспериментировали, много пробовали, когда был период, связанный с изменением пенсионного законодательства. Но мы постоянно говорили об этом и смотрели на цифры. Ну вот я хотел бы зачитать мнение журналиста Олега Кашина. Он сказал, что это журналист, который сейчас находится в Лондоне. Ну, пусть он в Лондоне и находится. Но его теорию вы не хотите разбирать? А мне он вообще не интересен. Я слишком... Единственное, чем он был интересен, это скоростью деградации. А если мы будем рассматривать каждого деграданта и его точку зрения, мы на это потеряем слишком много времени. Но с утверждением, что зритель верит темам про Украину, про бандеровцев, а что про пенсионные реформы и про какие-то внутренние истории могут обмануть. Да полный чушь. Зритель умный. Зрителей никогда нельзя обмануть. Есть просто у нас такая псевдоэлитка, как правило, монополизирующая термин либеральный. Потому что они как раз никакие не либералы. А кто они? Они скорее западники. То есть они скорее ненавидят все российское и ненавидят россиян за то, что те никак не примут их догматы и не хотят поверить в их превосходство, этих конкретных граждан. Так вот, они почему-то считают, что они одни умные все видят, а все остальные глупые. И такие овощи, как пишет некто, начинавший как способный писатель, а в конечном итоге докатившийся до такой шандеровщины глуховский. Потом говорят, овощеобразная аудитория Соловьева. Но ведь это же народ. Если этой элитке народ не угодил, они считают, что вот они умные, а народ глуп, они заблуждаются. Народу свое видение. А у вас на программе есть гости, которых вы не можете позвать, или темы, которые не можете... У меня есть гости, которых я брезгую позвать. Ну, например? Ну, например, Навальный. А почему? А он неинтересный, во-первых. Я же его много видел во время дебата. Он же не вступает в полемики, в дискуссии. Он сразу срывается в истерике. Но если Коктон в истерике умилителен, то Навальный отвратителен. А вы не думаете, что это дало бы рейтинг, наоборот, для бизнеса было бы плюсом? Ну, мы смотрели же, его участие в дебатах, еще тогда московских, особой прибавки к рейтингу не дало. А те телевизионные проекты, в которых он участвовал сам, тоже неинтересные. Плюс я вообще националистом таким... А он националист? Ну, здрасте. Кто начинал же? Именно так. За это было включено из яблока. У народа же плохая память у многих, а у многих хорошая. Вот я отношусь к счастью людей с хорошей памятью. Я хорошо помню и его ролики, дипломированного националиста, и сообщений, в которых он о наших замечательных армянских братьях иначе как о хачах не отзывался. Для меня он человек крайне низкой культуры, так скажем. А, ну, допустим, Рогозин тоже когда-то был националистом? Рогозин многократно это объяснял. Нет, он активно пытается от этого отмазаться. Ну, даже близко таких глупостей, как Навальный, он и не говорил. Просто Навальный когда-то понял, что без большой и ласковой души Евгения Альбац и без определенных икивоков в сторону эхо Москвы им не получить трибуну. Поэтому временно свои националистические взгляды, а это мы уж помним, как он раньше русский марш раскручивал, никуда не деться. Я вообще внимательно наблюдаю за этим человеком. Если бы такого оппозиционера не было, его надо было бы выдумать. Он лучшее, что могло случиться для власти в вопросах оппозиции. Никто еще никогда так уверенно не сливал протест. Вот я хотел про него чуть попозже поговорить. Давайте прямо сейчас. Для чего он выпускает про вас расследование? Как вы думаете, есть заказ или это личный порыв? Во-первых, как мы знаем, есть и заказ. Потому что ведь Илья Ремесло опубликовал четкое соответствие между выходом тем и переходящими биткоинами. А затем, ну это и личное чувство. Он не может смириться с тем, что я его не люблю. Это такая страсть неразделенная. Ну что делать? Мне не нравятся рыхлые мужчины. Я люблю красивых умных женщин. А удалось выяснить, откуда был заказ? А зачем? Да пусть себе. Вы же любопытный человек? Ну, в этих вопросах нет. Потому что чем больше нервничает, тем, значит, влияет не моя программа. Если бы я не представлял ни для кого интересы, если бы моя программа была неинтересна, разве стали бы тратить столько времени, чтобы выяснить то, что и так давным-давно всем известно? Вы говорите, программа, значит, это телевизионные круги. Ну, их же интересую я как телевизионный человек. Если бы просто где-то вжил отдельно взятый Владимир Соловьев и ходил на завод, точал детали, вряд ли бы про меня были бы бесконечные расследования. Не раз прозвучала фамилия Ковтун в нашем разговоре. Вячеслав Николаевич, это наше все. А он к вам входит бесплатно или за деньги? Я не могу принципиально никому платить, потому что мы же работаем на БГТРК. Поэтому я не могу себе представить, что мне бы сказали, а вот у вас люди, которые излагают свою точку зрения за деньги. Но плюс еще надо четко понимать, что я и не хозяин. Я такой же наемный персонаж, как и многие другие люди, работающие на телевидении. Но на других программах, может быть, даже на вашем канале... Это вопрос коллегам. Но если продолжать тему телевидения, недавний скандал. Борис Гребенщиков решил похулиганить свою песню «Вечерний М-лупость». Но это нападение на всех телевизионных ведущих. Да нет, конечно. Для меня это все достаточно анекдотично и смешно. Я люблю БГ, вот раннее творчество. И мне крайне печально было, в первую очередь, что в художественном плане. Но это реально же частушки. Вот именно вот эта песня? Ну, конечно. Не сравните с тем, что было раньше. А он хайпануть решил? Или что ему нужно? Ну, это его представление. Хайпануть или чуть-чуть заработать. Затем мне показалось, что нехорошо так обижать коллегу. Потому что, ну, если вы набираете в интернете вечерний, то там программы очевидно какие выскакивают. Я думаю, что, конечно, ему пытались что-то заказать, либо это его собственное было желание движения. Ну, написал и написал. Господи, с другой стороны. Но на свой счет в это не принимается? Да мне вообще глубоко безразлично. Я настолько тефлоновый. Вы же тоже должны принимать на мой счет. То, что мои персонажи есть в книгах Параханова, Пелевина. И что мне теперь считают, что еще и Гребенщиков про меня песни пишет. У меня что, мания величия? Кто я такой, чтобы великий Гребенщиков обо мне писал? А, но вот вечерний у нас только Ургант. На российском телевидении. Я к вам не очень хорошо отношусь. С вами умный, тонкий, замечательный, остроумный, веселый человек. Но он эту шутку высмеял и такой пас в вашу сторону сделал. Если ему для того, чтобы немножечко раскрутиться и поднять рейтинг, необходимо что-нибудь бросить в мою сторону, пусть кидает. Я всегда рад помочь коллегам. А это, думаете, такой тоже повод хайпануть? Или это был какой-то заказ терки между каналами? Ну, это надо вами спрашивать. Я не думаю, что между каналами есть какие-то войны, терки. Мы все одна большая, дружная, искренне любящая друг друга семья. К сожалению, редко общаемся. Я на ТЭФе не хожу. А, наверное, это единственное место, где все встречаются. А почему вы на ТЭФе не ходите? А я вообще еще и запрещаю мои программы номинировать. Почему? Зачем? Столько замечательных молодых проектов вокруг. Для них, наверное, это важно получить. Ну, вот вы сказали, что с Ургантом вы хорошо общаетесь, а многие думают... Ну, я давно его не видел. Но когда видели, в последний раз, ну, там, лет, наверное, 7-8 назад вполне общались. А многие думают и говорят, вот пишут в Телеграме, что Владимир Славьев – это человек обидчивый. Вообще нет. Я настолько тефлоновый, что люди себе даже это представить не могут. Ну, вот Антон Красовский, у вас была с ним перепалка. Какая? В Телеграме. Нет, это просто Антон нервничал. Ну, бывает. Но он сказал, что вы кому-то звонили, просили не репостить. Я не могу никому звонить и просить не репостить. Это было смешно. Антон, если что-то хочет... Ну, это же для этих людей важно. То есть Антон очень талантливый журналист, который блестяще начинал. Вел программу на НТВ. А потом, видно, что-то пошло не так. Так что это не я обидчиво, если эти люди пытаются выяснить, кто кому звонит, говорит, выкладывать. Но вы никогда не пытались как-то конфликт уладеть? Зачем? Браздит конфликт. Он приходил ко мне с госпожой Собчак. Мы очень мило пообщались. Ну, мы видели ролики, которые выложены в интернете. Ну, за кулисье. Да, за кулисье. Да, мы же с ним тихо, спокойно общались. Ну, вот говоря про эмоции. Вы уже второй раз сказали о Тефлоне, не про Бивной. Но, допустим, программы на «Россия-1», когда вы можете сорваться там на... Вообще никогда не сорвались. А вот на блогера Дудя, когда про Беслан говорили. Это было на радио. Дудь радостно кричит, не пишет она, снимает. Дудь радостно говорит о том, что во всем виноваты государства. Ну, надо быть дегенератом. Вот лучше бы он рекламировал «Head and Shoulders». В этой башке, кроме химических элементов «Проктер и Гимбл», ничего другого не обнаружено. Радио же – это особый жанр. Ведь люди воспринимают радио всегда фоном. У вас есть куча дел, которые в этот момент делаете. Мужики, как правило, ведут машину. Женщины или ведут машину, или куртки. Кормят тех самых мужиков, которые потом будут везти машины. Или собирают детей в школу, и фоном работает радио. Если все время «бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу», это одно. А если вдруг ты даешь голос, что-то происходит, засмеялся, запел песню, что-то поставил, люди вздрагивают. Ты все время их поддергиваешь. Это чисто технология. То есть вы специально используете эти инструменты? Я всегда на радио более эмоционален, чем на телевидении, потому что у людей должно быть ощущение, а что случилось. Ну, так же говоря, например, о Дуде. Дудь снял плохой фильм. Ну, потому что людей, которые хорошо знают историю, они, как Дудь, выяснили ее 15 лет спустя. Эта история очень болезнен, и они знают, в чем улучши Дуде. Я же этой темой занимался с первого момента. Мы тогда работали еще на «Серебряном дожде». Я помню, я был как раз тогда в эфире, когда это все началось. Ну, там, кстати, тот момент, за который Наташа Синдеева, что бы она ни делала потом, точно попадет в рай. Потому что тогда Наташа, Синдеева и Дима Савицкий, и вся радиостанция, мы начали такую тему, бросили призыв, и люди выстрелились в гигантскую очередь, и они сдавали деньги. Притом очень важно было. Наташа не дала ни копейки никому украсть. Потому что тут же появились люди вокруг, которые пытались предложить разные хитрые схемы, как можно освоить деньги, а вот купить медицинские медикаменты. И тогда Наташа обратилась к очень умным ребятам, страховая компания потом оказалась, это был фонд. И они придумали страховки, которые до 18 лет детишкам, которым было необходимо протезирование, а потом, когда они растут, меняют протезы, мы купили эти страховки за те деньги, что тогда собрали. И я много Бесланом занимался. Вот в тот момент, когда мы, если вернемся к телевидению, у вас можно было заметить слезу. Вот я сейчас слушаю про Бесланы, мне вот все в душе переворачивается. Было несколько таких историй, которые душ-то разрывают, это конечно. И здесь я могу вспомнить Шевчука Юрия Ляновича, такая гениальная фраза. Он говорит, что надо каждый день мозоль с души стирать. Поэтому должно быть сочетание, с одной стороны, тефлона вести, вот эти глупые нападки, а с другой стороны, сопереживание и сочувствие людям. Хотя слеза была искренняя. А это не придумаешь. За луком не сбегаешь. То есть это все абсолютно искренне. Ну вот, и... Поэтому дуть... Да что про него говорить? Ну дуть и дуть. Затем меня очень рассмешило, и когда мне говорят, вот у него столько-то миллионов просмотров фильмов. Двенадцать там? Да хоть сто пятьдесят шесть. А у Маши Медведя там миллиарды, какая разница? Суть же не в этом. Суть в том, что, во-первых, как считать честно, ведь невозможно сравнить телевизионные рейтинги и интернет-просмотр. Накрутить можно? Ну, это очевидно. Там вообще считается все по-другому. И поэтому, если вы обратите внимание, нет нигде исследований, которые бы пытались найти коэффициент перевода телевизионного рейтинга в интернет-просмотр. Но зато этой фразой на радио, во-первых, ее растиражировали, наверное, примерно так же, как фильм «Дудя», судя по тому, сколько сумасшедших писало в разных соцсетях. А главное, какой-то процент из них задумался и понял, о чем я говорю. «Отдуть»? Ну, я надеюсь, Ходорковский им очень доволен. А вы думаете, он за ним стоит? Ну, по крайней мере, та версия, которую он излагал в своем фильме, очень близко к версии, которую раскручивали после знаменитого с отрицательным знаком письма Басаева, гражданка Литвиновича, работавшая на Ходорковского. Да и, слушайте, когда после этого у вас появляется Гуриев, который ясно нужен только как человека, рассказывающий про одно из дел Ходорковского. Ну, это же 2 плюс 2 всегда 4. Кстати, Красовский, по-моему, тоже писал, что все журналисты сейчас завидуют Дудю, что вот его кирпич трехчасовой, могут посмотреть там миллионы. Почему Красовский считает, что все журналисты – это лично он? Ему надо все-таки сходить к хорошему психоаналитику. Но вы Дудю не завидуете? Как бы вам сказать вежливо? Во-первых, несложно представить, что можно кому-то завидовать. Зачем? Затем мне 56 лет. Вежливо говоря, у меня в этой жизни есть все. Есть люди, которые меня любят, и которых люблю я. Родители, к счастью, живые и здоровые. Потрясающие друзья, замечательная работа. Очень хорошие дома в Италии и в Подмосковье. Замечательные квартиры. И я про это заговорил. Да, слушайте. И не только. Кому я должен завидовать? А главное в чем? Это же было бы смешно. Вообще, чему завидовать? Реклама Head & Shoulders меня никогда не привлекала. Владимир Рудольевич, вы считаете себя богатым человеком? Ну, я, вежливо говоря, заработал довольно приличные деньги и еще в 90-е. Вот даже к тому Навальному, возвращаясь, готовясь, посмотрел его фильм, постоянное обвинение, что Владимир Соловьев пропагандист, который получает бюджетные деньги. Вот что на это можно ответить? Ну, то, что Навальному необходимо все-таки хоть где-то когда-то получить образование. Ну, хоть где-то когда-то. То есть, легкие курсы по смене режимов в ЕЛИ, видно, не помогают ему помнить. Лома Умбарий так и не дал ему хорошего образования. Если бы он посмотрел, то он обратил внимание, что серьезные деньги я заработал еще в 90-е. У меня были предприятия. Я об этом рассказывал. В 2000-е, ну, а затем книги, выступления, тот же самый бизнес, который до сих пор продолжается. А у вас какой бизнес? У меня довольно большой консультационный бизнес, о котором тоже с радостью было в интернете. А от него же, кстати, я вспомнил. Нет, это некто по фамилии Ковалев, который такой смешной-смешной. Его как выгнали с Арти, он стал ненавидеть Симонян. Ну, он тоже не виноват, что он бездарен. Ну, теперь его подобрала Медуза. Посмотрим, как еще низко он сможет пасть. Так что я всегда зарабатывал деньги много. Теперь по поводу бюджета. Я работал на канале, тогда это был ОРТ, теперь это первый, на ТНТ, на ТВ-6, на ТВС, на НТВ. Сейчас работаю на телеканале «Россия». И всегда мои программы приносили деньги. Я всегда надавал рейтинг, и всегда рекламные доходы были выше, чем затраты на производство. Исходя из этого, можно сказать с уверенностью, что я как раз понижаю бюджетную нагрузку. Мало этого, когда сейчас ряд людей, претворяющихся телевизионными критиками, пытаются анализировать расходы каналов, в частности, бюджетные расходы, они не понимают, что, например, ВГТРК очень эффективный и очень грамотно управляемый холдинг. Но люди не понимают, что наши затраты идут, в частности, на существующий без рекламы канал «Культура». Что мы выпускаем большое количество социальных программ. Мы должны содержать большое количество корпунктов не только во всех регионах России и обеспечивать там вещание, но и по всему миру. Поэтому мы как раз совершаем и решаем государственные задачи. Поэтому еще плюс к этому мы зарабатываем деньги, тем самым понижая давление на бюджет. Ну вот интернет, эта штука такая интересная, ведь там могут и боты писать вам в комментарии, могут и боты с одной и с другой стороны. Поэтому оценить, как ты там влияешь, как к тебе относятся, тоже очень сложно. Но все-таки, Владимир Рудольфович, а как вы думаете, как профессионал, больше людей, которые вас поддерживают, или которые на стороне тех либералов, которые вас постоянно критикуют? Ну, во-первых, очевидно, что больше тех, кто меня поддерживает. Вот я же хожу по улицам без охраны, и только лечат людей, которые подходят, берут автограф, фотографируются, подходят, сказать добрые слова, притом и за границей, и в России. Ну, несопоставимо. А затем есть же и опросы общественного мнения. Ну, я же не виноват, что чем больше грязи на меня выливает, тем выше уровень доверия ко мне россиян. Поэтому так и скрижищут зубами в бессильной злобе. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Спасибо.